Приветствую вас. Прочитал ваш текст. Давайте мы с вами разберемся с тем, что вы написали. Для начала давайте мы с вами посмотрим на вопросы, которые вы задаете. Вот. И попробуем разобрать именно их, потому что ситуация ваша ясна, вот. А вот вопросы, которые вы хотите задать, да, что вас интересует и в каком направлении вы хотите двигаться, то есть с чего вы хотите вот психологам, да, это, ну, не совсем понятно. Итак, вы пишите. Помогите мне разобраться, я не могу уже так жить и не хочу. Что мне делать? Значит, что делать, чтобы что? Это первый вопрос. То есть, вы сейчас, по сути, игнорируете свои желания. Вы хотите на нас переложить ответственность за указание пути. То есть, вы хотите, чтобы мы за вас выбрали путь, который вам интересен. Это неправильно. Это деструктивно. Потому что за вас мы ваш путь не выберем. Поэтому давайте для начала цель. Да, вот, что делать, чтобы что? То есть, чего вы не хотите, а? Чего вы не хотите? Это понятно. А что вам не нравится? Это, в принципе, тоже понятно. А чего хотите? Именно хотите чего? Это то, что вам нужно озвучить. Дальше. Опять же, второй вопрос. Что мне делать? Опять же, Аида, что делать, чтобы что? Непонятно. То, что вы устали, это очевидно. Постоянное напряжение и так далее. Но, как я уже сказал, нужна цель. Нужно, чтобы вы для начала сформировали цель. Что вы хотите? Чтобы эта цель стала некой такой путеводной звездой для вас. Хотите ли вы, допустим, жить счастливо, например? Хотите ли вы, допустим, там, реализоваться, да? Хотите ли вы, например, перестать обижаться на своих родителей? Например. Это просто например. То есть, вот, нужны цели. А так, получается, что вот пока, на данный момент, вы просто удовлетворили свою, скажем так, ситуативную потребность, именно ситуативную потребность в том, чтобы пожаловаться. То есть, вы пожаловались сейчас нам. Вот. И... Все. А дальше-то что? Понимаете? То есть, делать, делать, что дальше вы будете. Совершенно очевидно, что, ну, что-то делать нужно дальше. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? Вот. Так что, первое, что нужно, это определиться с целью. Вот. Вам... То есть, знаете, вот, как вам сказал коллега, да, мой, то, что... Работать с самооценкой и принятие личной ответственности, это все так. Это все так. Но... Вам, чтобы этим заниматься, необходима цель. Ну, мотивация, грубо говоря, нужна. Нужна... Нужна мотивация. Если мотивации нет, то ничего не получится. Вот. А я у вас, да, мотивации не увидел. Именно вот в том смысле, что... Вы описываете только то, что не хотите, только то, что вам надоело, что не-не-не. А что да, вы не описываете. Вот. Вот. Дальше. Идем. Итак. Помогите, пожалуйста, впечатливы. Всем. Всем помочь. У меня очень сложные отношения с моими родителями. Ну, поскольку отношения с родителями у вас выстраивались явно не... Не один день, да? И даже не год. То... Я так полагаю, что и прочтением одного ответа, или прослушиванием одного ответа, да? Дело не решить. В том смысле, что... Здесь нужна планомерная работа. То есть, отношения с родителями, это всегда обида. И это всегда ложные понятия. То есть, ложные представления. Интроекты. Интроекты, которые у вас имеются. То есть, интроект, это некое представление, некая позиция, полученная от родителя. Вот. Которую... 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 Которую ребенок... Значит... Полностью... Значит... Принял. Полностью принял. Вот. Без критики. То есть, основная задача, да, это понять, где позиция родителей полезна, конструктивна для вас. А где, соответственно, нет. Нет. Вот. Это, ну... Такой... Эм... Такой критерий. Скажем так. Дальше. Так. Когда я была маленькая, появился в нашей семье еще один ребенок и все внимание ушло ему. А... Эм... Вообще-то говоря, практика довольно распространенная. Когда... Эм... Ну... Появляется ребенок, да? И... Все внимание уходит именно к ребенку. Эм... Вопрос в том, какие вы вы выводы из этого сделали? Вот именно вы выводы какие сделали? Из того, что... Появился ребенок и все внимание ушло ему. Вот. Какие вы вы... Вы для себя вы выводы сделали? Как вы это восприняли? Вот. Ну... Что... Как вы восприняли... Эм... Тот факт... Тот факт, что... Новому ребенку... Эм... Больше уделяли внимание... И... Уделяют... Внимание... Чем вам. Дальше. Папа постоянно гулял. Мама плакала. Его ждала. Ну, надо сказать, что... Здесь... Есть небольшое противоречие в том смысле, что... Если... Если... Папа гулял... Постоянно. Да? Значит... Дома ему что-то не нравилось. И по сути... Основная позиция... От него... От него... По отношению к вам... И... И к маме... Была такая... Примерно... Терпи... То есть, он... Терпел сам... Ну... Терпел вот... Что-то ему не нравилось... Игнорировал... Свои... Чувства... Вот... Судя по... Ну... Судя по всему, да? Он... Игнорировал свои чувства. И... То же самое он заставлял делать вашу маму. Неосознанно, конечно. Ну... Ну... Вот... Его... Насилие, да? По отношению к ней... Это, по сути, вот... Одна из... Таких форм... Я бы сказал... Значит... Проявление вот этого вот... Драйвера... Значит... Терпи... Ты должна терпеть... Терпеть... То есть, посмотрите... Оба ваших родителя... Да? Оба ваших родителя... Подавляли свои эмоции... Подавляли свои чувства. У них... Чувства... Выражались... В виде... В виде... Постоянных взрывов... Да? В виде... Агрессии... По отношению к вам... И... В виде слез... У... У мамы... Соответственно... Ваша мама... Да? Она... Ммм... Ждала его... Плакала... То есть... Занимала... Эмм... Такую... Позицию... Эмм... Пассивную... Она занимала пассивную позицию... По отношению к... Себе... И по отношению к вам... Вот... Ну и... Совершенно понятно... На мой взгляд... На мой взгляд... Совершенно понятно... Что... Никакого... Большего внимания... Ребенку... Младшему... Не уделялось... То есть... Я не думаю... Что... Что... Ребенок... Младший... Да... Был... Счастлив... Сильно... Более... Более счастлив... В такой семье... То есть... Здесь я прошу вас... Обратить внимание... На поведение ваших родителей... На основные идеи... На основные мысли... Родителей... Которые... Вы... От них... Получили... Папа постоянно гулял... Что... Что это значит? Это значит... Что... Дома ему не нравилось... В семье... Не было комфорта... Не было атмосферы... Не было гармонии... Не было... Защищенности... Защищенности... Вот... Понимаете? Какой момент? Папа это игнорировал... То есть... Он... Ничего не делал... Чтобы это изменить... А просто продолжал терпеть... То есть... Удовлетворял свои потребности... На стороне... Гуляя... Эта... Мысль... Эта... Модель... Прочно закрепилась у вас... В семье... В отношениях... Причем... Ну таких... Официальных отношениях... Да? Счастливым быть нельзя... Вот... Думаете вы... Как мне... Как мне кажется... Вот... До сих пор... До сих пор вы так считаете... Скорее всего... Ну... Скорее всего... Мама... Это соответственно жертва... Жертва... Что это такое... Ну просто хотя бы... В общих... Эээ... Чертах... И определить свою роль... Что-то вам нужно помогать... Выходить из треугольника Кармена... Это очевидно... Но... На данный момент... Пока просто информация... Дальше... Эээ... Так... Значит... Он ее часто бил... В том числе и при мне... Агрессия... Эээ... Значит... Насилие... Жестокость... Это... То... Что... Делают люди... У... У... Которых... Есть... Некоторые... Проблемы... С... Выражением... Эмоций... Выражением... А... Своих чувств... Это очень важно понимать... Потому что... Человек не будет никого бить... А... Что вызывает... Что вызывает... Насилие... Да... Насилие вызывает ответную реакцию... Насилие вызывает... Эээ... Ну... Более яркую ответную реакцию... И... Если человек бьет... Значит... Ему нужна... Эта более яркая... Эмоциональная реакция... Потому что... Другой эмоциональной реакции... Человек не верит... Это первое... Ну... И второе... Второе... Эээ... Эээ... Если мужчина ведет себя... В семье... Вот так... Значит... Скорее всего... Эээ... Ээ... Эээ... В... Профессиональном... Эээ... Эээ... Плане... Да... В профессиональном плане... В смысле... Вот... У него ничего не получается... Эээ... 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 человек, неуспешный профессионал, он пытается это компенсировать за счет своей семьи. Хоть там он, ну, например, реализуется, да, хоть там он, например, сможет, допустим, себя показать. Ну, грубо говоря. Грубо говоря. Это очень важно понимать. Это очень важно понимать, что, что делают родители, то, что делают, да, не от хорошей жизни. Что мама не от хорошей жизни жертва, что у нее есть своя мама, которая ее приучила, приучила вести себя так. Вот. Так же, как и вас приучила мама вести себя так, как вы вот сейчас ведете себя. Это нужно понимать. Ну, и примерно та же самая история и у вашего отца. Та же самая история. То есть в том смысле, что люди это глубоко несчастные. И это первое, что вам нужно понять, что это несчастные люди оба. Дальше. Меня никто не обнимал, не говорил, что я красивая, что я нужна. Ну, смотрите. Вот вы говорите, да, что папа бил маму при вас. Да? То есть вы говорите это, знаете, вот так вот. Ну, как мне показалось, с неким таким посылом, да, что вас нужно пожалеть. То есть вы хотите, чтобы вас пожалели сейчас. Потому что мы психологи, да, этого делать не будем. Мы не можем жалеть. Потому что жалости ничего хорошего не дают. Вы говорите, что меня никто не обнимал, не говорил, что красивый и так далее. Здесь, вот, если бы мы с вами общались, я бы у вас спросил бы, почему вы считаете, да, что родители, именно ваши, должны были это делать? То есть почему вы считаете, что ваши родители должны и могли обнимать вас, целовать и говорить, как говорят, какая вы красивая и так далее. Но они бы это делали, что я нужна. Говорить вам, что вы нужны. Правда в том, правда в том, что родители как раз таки вас нуждали. Правда в том, что вы для них и были нужны. Вот это, вот так проявляется нужность на самом деле. Это и есть потребность в другом человеке. Вы были нужны, чтобы за счет вас реализовываться, чтобы за счет вас самоутверждаться и так далее. вы нужны. Вы нужны. В гармоничных семьях, где гармоничный родитель, где родители сами по себе, в себе уверены и счастливы, что они нужны. Детям никто не говорит, что они нужны. Детям говорят, что их любят. Но им не говорят, что они нужны. Потому что нужность привязывает к себе. Никто не говорит, что... Ну, говорят может быть, особенно девочке, что она красивая, да. Но... Не говорят самое. Да? Потому что самое, это странное, странное. И вообще, ребенка вообще приучают не обращать внимание на внешность. Да, подчеркивает стиль. Да, поощрять, там, выбрать какого-то наряда. Но это не главное. Вы же говорите о том, что вас не убеждали в том, что вы красивая и что вы нужна. Здесь уже есть проблема. Потому что вы хотите, чтобы вам обратили внимание на внешность. Что внешность это главное. Что, в общем, естественно, учитывая, что ваши родители подавляли в себе чувства. И вы хотите, чтобы вам хочется почувствовать себя нужным. Что, опять же, к сожалению, естественно, потому что вы стремитесь к не свободе. Потому что свободу вам никто не давал. А нужность это всегда не свобода. Так что, как видите, здесь ваши, значит, то, что вы хотите, да, это уже является деструктивным. Подумаем и о другом. Немножко. К чему вы написали, что меня никто не обнимал, не говорил, что я красивый и что я нужна? Вот вы сами, вы сами, к чему это написали? Зачем? Зачем? Как мне казалось, любили только второго ребенка. Именно что казалось. Это не так. Ваши родители никого не любят. Продолжение в том, что они и себя не любят. Они любят себя. Тот, кто не любит себя, не может кого-либо любить. Понимаете? Вот. А у ваших родителей не было возможности любить себя. Они не научились себя любить. Ну, их не научили их родители. Вот. Понимаете? А вы говорите о любви к ребенку, ну, о любви к второму ребенку. Понимаете? Нет. Нет. Не любили они ни вас, ни второго ребенка. Просто они по-разному реализовывались за счет своих детей. Вот. За счет вас они реализовывались одним образом. За счет второго ребенка они реализовывались другим образом. Но о любви здесь никто не говорит. Вот. Ибо любить – это совсем другая сторона. Дальше. Когда я чуть повзрослела, 16-17 лет, я влюбилась в парню. Любовь была невероятная, но мне не давали с ней видеться, запрещали встречаться. Значит, здесь такая история. Двойная. Двойная история. Значит, с одной стороны, любовь была невероятной, потому что… Вы хотели, вы хотели быть любимой, вы хотели быть нужной. Вам необходима была ласка, любовь, тепло. И нет ничего удивительного, что все эти свои добренности вы перенесли на парня. Вот. Но, на мой взгляд, абсолютно не случайно, что этот человек умер. То есть, вы выбрали себе такого мужчину по итогу, с которым у вас отношения не злали. То есть, ну, вы меня извините, конечно, но тот факт, что парень умер, да, то что он умер не от старости и, скорее всего, не от болезни, а если от болезни, то… Это лишь подтверждает мои слова. Говорит о том, что вы выбрали себе не случайного человека. То есть, вы выбрали себе такого человека, который подсознательно зная, что он долго с вами не пробудет. Вот. Потому что вы боитесь, боитесь по итогу близости. Вот. И выбираете тех людей, которые, ну, возможно… инстинктивно, да, не несут вам опасности. Вот. К сожалению. Потому что еще раз повторю, смерть парня не случайна. Я хочу сказать, что может быть несчастный случай, да, но несчастный случай… Вот. Редко бывает несчастный. То есть, если человек, например, не заботится о своей безопасности, да, то несчастный случай не произойдет, ну, с большей вероятностью. Согласна, наверное, с этим. Вот. Если вот, например, человек ездит на батл-цикле, да, допустим, то… совершенно очевидно, что с ним больше вероятность того, что что-то случится. Это с одной стороны. С другой стороны, ваши родители продолжают свою политику о подавлении ваших чувств. То есть, это… их позиция, она, в общем, предсказывает нас здесь, что это такой подавляющий родитель, критикующий и подавляющий родитель. Вот. У вас. И тут, конечно, вам бы, вот, вопрос, ну, вопрос бы задать, как бы, а вы, вот, вы, ну, а вы чего-то другого ждали от них, например? Вот. Ну, 16-17 лет, вы, наверное, уже понимали то, что у вас за родители и так далее. Вот. Мне не давались не видеться, запрещали встречаться. Ну, то есть, это, да, опять вот это вот, да, что-то родители что-то делали, то есть, это перенос на них ответственности за себя. То есть, очень многим людям не дают в 17-17 лет встречаться. Но, если это действительно чувство, люди борются и даже уходят из дома. Так, мне говорили, что этот оборванец мне не нужен, да, понимаете, вот у вас все здесь, меня никто не обнимал, мне говорили, то есть, это вот очень такая жертвенная позиция. Вот. Изъевал отец ремнями не только, мама тоже била, постоянно закрывали меня дома, постоянно отбирали телефон, постоянно унижали. Ну, это опять же, да, вот у вас абсолютно жертвенная позиция. Я понимаю, что вы так привыкли, но тут момент какой, да, что вы как будто постоянно ждете какой-то, какой-то поддержки, обратной связи извне. Вот. То есть, на самом деле, это, ну, это не то, это не то, не то, что может вам что-то дать. Опять же, это не такая позиция, которая вам что-то принесет хорошего. Вот. К сожалению. То есть, вы можете сколько угодно говорить, что вот родители у меня, вот они такие, вот они поступали со мной так-то, вот они вели себя со мной так-то. Вот. Вот. Вот они меня унижали, изгибали. Ну, да, это так и было. До сих пор, пока вы не начнете, значит, относиться к этому критически, да, то есть, именно критически, сместите акцент с себя на них. Вот. И отделите, отделите их поведение от себя, вот, что, я полагаю, вам будет так же тяжело, потому что, ну, любое поведение, вот, любые проявления, значит, родительской позиции такой, будет задевать вас. Дальше. Значит. БТНР говорит, что я ступица, ничего в жизни не понимаю, этот парень, ну, в общем, мне не подходит, да. Ну, опять же, это жалоба, это жалоба. Нужно понимать, что родители говорят про себя, не про вас. Они говорят исключительно и только про себя. Вот. То есть, это, они свои чувства так выражают. Ну, это, к этому мышлению, да, к этому восприятию вы перейдете постепенно. Никогда не могла сеть, поговорить мамой по душам, поделиться, спросить совет. Вот, опять же, да, откуда-то здесь у вас, у нас есть какой-то, ну, идеал. Да. То есть, вот, такое впечатление, что у нас есть какие-то вот идеальные отношения, идеальная, ну, идеальная гординка родителей, и вы к этому тяготеете. Вот. Правда в том, что вам не нужно спрашивать советы. Не нужно. Потому что, например, в личной жизни, да, советы не спрашивают. В личной жизни человек решает сам. Вот. Это хорошо, если мама вот, ну, может, да, может, как-то адекватно отнестись. Но ваша мама не может. То есть, вот вы только вдумайтесь, что что вы пишете. Никогда не могла сеть с мамой поговорить по душам, спросить совета, поделиться. Вот. О чем говорит тот факт, что вы, значит, хотите спросить совет и поделиться. А вы вообще не уверены в себе. Вот. Понимаете? Это с одной стороны. С другой стороны, очень важно понимать, да, очень важно понимать, что желание ваше, то есть, это вы хотите поговорить по душам. А может ли ваша мама это сделать? С учетом, с учетом ее поведения, с учетом того, как она ведет себя с вашим отцом, например. Нет, не может, не может. Абсолютно не может. У нее нет для этого средств, у нее нет для этого ресурсов, у нее нет для этого возможностей. Никаких. А вы этого ждете. Понимаете? Ждете, обижаетесь, обижаетесь на то, что вам этого не дают. Понимаете? Какая история. Вот в этом и заключается ваша детскость. Такая, ну, некоторая не зрелась по жизни. Так, эээ, значит, меня никто не понимал. А могли? Айда. Могли понять-то вас? Были ли ресурсы у людей? Тогда вам, конечно, казалось, что дело в вас, что это с вами не все в порядке. Может, сейчас вы повзрослели, вы стали взрослой, да? Вот. Вам уже сколько? Больше 30 лет, получается. Ну да, больше 30. Теперь вам нужно, вам нужно расти личностно. Мама отца боялась и никогда меня не защищала. Опять же, а должна защищать? Должна была защищать? Я понимаю, что у вас есть идеальная картинка. Но это идеальная картинка только у вас в сознании. И чем больше вы, тем дольше вы будете к ней тяготеть, к этой картинке, тем больше вас будет ругань и негатива. Потому что это ничего не дает. Вот именно вам это ничего не дает. Дальше. Я любил этого парня всей душой. Ну, а здесь было бы неплохо вспомнить, как именно ваша любовь проявлялась. То есть, если она проявлялась так же, да, что ты мне нужен, и я без тебя не могу, то это не любовь. Точнее, это, ну, не совсем любовь. Это, скорее, такая смесь любви и потребностей. Любовь это все-таки немножко другое. Любовь это все-таки немножко другое. Дальше. Так, значит, случилось так, что парень умер, это был удар. Не хочу вспоминать, а нужно, потому что вы, вероятно, своего парня не отпустили. Вы, вероятно, с ним до сих пор не простились. Вы, вероятно, до сих пор продолжаете считать его живым. И вы, вероятно, не отгоревали. То есть, вы не прошли все этапы, ну, скажем так, грусти по человеку. Вот. А это очень важно. Без этого вы не сможете жить дальше. Вот. Поэтому в психологии существуют специальные средства для того, чтобы человек смог отпустить того, кто ушел. Вот. Вот. Если вы этого не сделаете, то призрак этого человека всегда будет рядом с вами, мешая вам двигаться вперед. Потому что вот этот человек прошлый уже. Вот. И то, что вы не хотите вспоминать, это еще один интроект, точнее, одно проявление интроектов ваших родителей. Не вспоминай, не думай, не чувствуй и так далее. И будет тебе хорошо. Не будет. Не будет. Не будет хорошо. Наоборот. Через воспоминания, через боль, через выражение боли, можно от этого освободиться. Только так. Но это, безусловно, трудно. Но то, что трудно, то, как раз таки, является правилом. Так. Прошло уже больше 17 лет после его смерти, я повзрослела, у меня есть отношения, но я не могу любить тебя. Не так, как того правил. Не потому, что вы его не отпустили. С одной стороны. С другой стороны, вы в отношениях по своим нужда. То есть, вы в отношениях, потому что вы чего-то хотите, а не потому, что любите, например, человека. Я ни с кем не хочу отношений, не хочу семьи. А зачем тогда вы в отношениях? Для чего вам тогда отношения? Вы пишите, не хочу отношений, не хочу семьи. Хорошо. А для чего семья? Почему вы именно об этом заговорили? Почему вы именно об отношениях и о семье говорите? Чего хотите? И да, вы не готовы к отношениям, не готовы к семье, потому что вы не повзрослели. Так как, по крайней мере, настолько, чтобы отпустить умершего человека и перестать сравнивать живых с теми, кто ушел. Потому что те, кто ушел идеально, они идеализируются. Потому что вы помните об этом человеке только хорошее. Вот. Не было бы дня, когда я не вспоминал его. Ну, тут могут быть разные аспекты. С одной стороны, это могут быть аспекты ваших бобревностей в этом человеке. С другой стороны, это может быть аспекты, то, что вы его не отпустили. Не смогли отпустить. Мои родители после смерти начали относиться, после смерти парни начали относиться ко мне по-другому. Видимо, чувствовали вину. Дали мне хорошее образование, квартиру, машины. Пытались относиться ко мне хорошо, но любовь к второму ребенку все равно сильнее. А тут момент какой? Как вы относитесь к тому, что они изменили к вам свое отношение? Да? Возле смерти. Парни. Отдаете ли вы себе отчет, что это не любовь, а чувство вины? Это такой момент. Понимаете ли вы, если вы повзрослели, что любовь не может быть сильнее? Она разная, но она не может быть сильнее. И тот факт, что вы сравниваете себя со вторым ребенком. Говорим как раз таки о том, что вы не повзрослели. Вот. К второму ребенку они просто относятся, ну, иначе. Это правда. К второму ребенку они относятся иначе. Это не значит, что любовь сильнее, сильнее. Просто вы сравниваете и отказываетесь признавать какая вы. Отказываетесь признавать себя. Отказываетесь принимать себя. Это одна из ключевых проблем принятия, непринятия себя. Т.е. здесь у вас до сих пор такая детская позиция. Так, я живу уже 12 лет в другом городе, меня по-прежнему никто не обнимает, не целует. Я не очень понимаю, как это связано. Вы писали, что у вас есть отношения. Значит, по идее, в отношениях вас кто-то обнимает, должен обнимать и целовать. Это первое. Второе. Для чего вам, вам, чтобы вас обнимали и целовали? Для чего, зачем? Понимаете ли вы, что вы ждете, что вы требуете, что вы просите этого? А значит, вы нуждающийся человек. А значит, равноправные, здоровые отношения выстраивать вы не можете. Т.е. попробуйте ответить себе на вопрос, зачем мне это? Что я чувствую, если это будет? Ну вот, что я почувствую, если это будет? А как по-другому я могу этого достичь? Ну, по-другому добиться вот того, что я хочу. Мама может замахнуться на меня, постоянно говорить, что я толстая, что у меня волосы не красивые и т.д. Ну так, а, ничего не изменилось? Мама-то ваша, она осталась прежней? Мама-то ваша, она осталась такой же? Мама-то ваша, она такая, какая была, она такая и есть? Или вы считаете, что она должна была поменяться? Откуда у вас ожидание, что ее отношение к вам изменится? Или вы считаете, что после смерти парня вы стали больше, да более достойной любви? Так не делает человека достойным любви какие-то обстоятельства? Любовь либо есть, либо ее нет. Любовь, основанная на вине, это не любовь. Помогите мне разобраться в чем? В чем разобраться поможет? Я не могу уже так жить как и не хочу, что мне делать? Что делать, чтобы что? Чтобы что? Когда мои родители приезжают ко мне, я могу их терпеть максимум один день, я стараюсь в свой город не ездить, мне очень тяжело там находиться. Так, если вам тяжело терпеть родителей, то не надо просто, чтобы они к вам приезжали и все. То есть, здесь работать с личными границами, с словом нет, со словом нет. Так, мне очень тяжело там находиться. Чем именно тяжело? Да? То есть, это вам тяжело, значит, с вами и нужно работать. Дальше. Вот мама находится у меня больше двух дней. Дней меня кроет, я не могу с ней общаться, и начинаю ругаться. Из-за чего? Из-за чего конкретно вы, Аида, ругаетесь? Вот давайте это разберем, из-за чего вы конкретно ругаетесь. Слезы скандала. Это ваши слезы, это ваши скандалы, за этим стоят ваши эмоции. Чтобы не было скандалов, вам нужно перестать ругаться и скандалить. А для этого нужно изменить отношение к себе, вырасти личностно. Это вам, по-моему, поможет психолог. На расстоянии все хорошо, она звонит два-три раза в день, но я больше про своего парня не рассказываю, ничего родителям. Даже элементарно, пожалуйста, в процессе совета не могу только с подругами делиться. Такого считают, что это не нормально. А вместе нет, вместе нет, что общение не складывается, а должно, то же самое с отцом, а должно быть по-другому. Что мне делать? Что мне делать, чтобы что? Я думаю, что вам нужно остановиться самостоятельно, а не ждать какой-то поддержки, помощи от своих родителей. Это то, что я вам могу сказать, это то, что я могу вам выразить. То есть, вы постоянно ждете чего-то от родителей. Потому что сами то, чего вы ждете, вы реально вот либо не хотите, либо не считаете возможным. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Да, то есть, это работа с обидами, это принятие личной ответственности, как сказал мой коллега, принятие себя. Ну и, соответственно, работа с вашими интроектами, то есть, отделение интроактивных мыслей от своих собственных. И, соответственно, развитие критического мышления. Как по отношению к родителям, так и по отношению к себе. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.